Итоги проделанной работы за 9 месяцев текущего года подвели во Львовском сельском поселении. В местную администрацию в 2019 году поступило более 150 писем с вопросами от жителей, которые касались благоустройства, ЖКХ, строительства, личных подсобных хозяйств и экологии. За отчетный период в поселении проведена большая работа по улучшению дорог, а именно цыпкое грядирование дорог, нанесение разметки. Произведена замена более трех километров водопроводных сетей. Завершено благоустройство сквера на хуторе Стефановском. Людмила Поворотова подробно рассказала о планах на 2020 год, среди которых разработка проектно-сметной документации и участие в государственной программе на проведение капремонта спортивной игровой площадки и благоустройства парковых зон в селе Львовском. Участие в госпрограмме по ремонту ряда дорог, проведении реставрации братской могилы, завершение строительства спортивного комплекса. После отчета главы поселения жители смогли задать свои вопросы. Многих граждан волнует проблема нехватки медицинского персонала на хуторе Стефановском. А сейчас уже декабрь, нет медицинского работника, фельдшерский акушерский пункт закрыт. Просто действительно там сейчас кадровый дефицит ушла, к сожалению, уволилась с нашей организации фельдшер, которая оказывала там помощь. Что есть на настоящий момент? Есть у меня одно предложение с Краснодара фельдшер, который расскажет свое решение после Нового года. Мы уже включили данную должность в программу «Земский фельдшер», то есть готовы поучаствовать в субвенции, которые выплачивает Министерство здравоохранения. Но, к сожалению, пока никто не идет. Это то, что касается основного физического лица. Также собравшиеся обсудили проблему перебоев с электроснабжением и уличного освещения. Почему плохо поступает электричество в дома населения? Ну, вот последний месяц у нас работает подрядчик в связи с тем, что будут вести нефтяники свое оборудование. Сейчас и мы, и газовики. А по низкому напряжению что скажете? Ну, а по низкому напряжению я сейчас запишу. Подводя итог встречи, глава района Адам Джарим отметил, что открытый диалог граждан с представителями местных властей и их конструктивное взаимодействие – самый эффективный путь решения большинства проблем.